Это включение из Петербурга. Доброе утро. Они не хотят никого шокировать нарочно. Просто как-то так выходит, что с самого детства их жизнь оказывается несколько в стороне от классического канона. В привычных представлениях о правильном образе жизни, стиле одежды, поведении и, конечно, о творчестве. Ведь это у них в премьере чеховской постановки три сестры могут выйти на сцену в одном нижнем белье. Или мужчина может стать звездой модных показов женских коллекций одежды. Как понять непонятных? В репортаже на Первом канале. Рыжий-рыжий конопаты так дразнили в детстве Данилу Полякова. Единственный русский мужчина-супермодель, покоривший подиумы Европы, звезда модных дефиле Прада, Готье, Галиана, Жан-Франко, Ферре привык быть непохожим. Даже на коллег из модельного бизнеса. В свободное время разгуливает по улицам, одетым в стиле фрик. А фишка Полякова, негламурный маникюр, стала его особой приметой. Это мой фетиш. Для меня очень важно видеть цветовые пятна. Ну, как бы ногти, как маленькие картиночки. Например, ты красишь одним цветом, потом сверху другим цветом, сверху другим еще цветом, потом половина что-то отколупливается. А так как лаки разные всегда, и получается как раз какое-то суперкрутое сочетание. Вы как-то используете это в работе? Да, конечно. Ну, в том, когда ты, например, комбинируешь одежду. Данила сам работает как стилист, а недавно впервые попробовал себя в качестве театрального актера. Первая гастроль прошла в Петербурге на фестивале «Балтийский дом». Последние две недели я репетирую балет «Утрой сестры» с Бартеневым, и полностью отдаюсь этому проекту. Я репетирую каждый день. Какие-то хожу на интервью, какие-то передачи. Такой селебский образ жизни. Какой-то? Какой-то художник Андрей Бартенева, три сестры. В самом экстравагантном спектакле фестиваля танцуют вместе циркачи, боксеры, танцовщики и модель. Пять новелл по мотивам первого акта чеховской пьесы. По словам режиссера, самого оптимистичного. Отсюда и белье в качестве костюмов. Красота спасет мир. И поэтому наши актеры максимально раздеты, максимально молодые и максимально энергичные. В итоге весь наш спектакль превратился в некую такую гимнастику мышц. И даже один московский критик, мой очень любимый, Сергей Хочеттюров, он сказал, что это мышцы Чехова. Москву! Москву, 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 Москву! Если для Андрея Бартенева, родом из Норильска, чеховский лейтмотив был и вправду некогда актуален, то для москвича Полякова сработал скорее импульс в Европу, в Европу. Придя на подиум, режеволосый зеленоглазый москвич покорил мировую фэшн-индустрию, создав образ бесполой модели, демонстрирующей мужскую и женскую одежду. Вдохновение подарил образ Орландо из любимого фильма и работа с любимым модельером. Александр Баквин – это первый человек, у которого я снялся полностью голый. При этом у меня был комплекс тела. Я стеснялся раздеваться на самом деле среди парней с формами. Недавно Поляков снялся в фильме «Энтропия» вместе с Гай Германикой в роли себя самого. А нашей съемочной группе открыл свой рецепт, как не сойти с ума от публичной жизни супермодели. Тренировки, ремонт и развитие мелкой моторики. Это вышивать бисерем, это заниматься мелким фуншуем, как я это называю. У вас есть много всяких вещей, всякого мусора дома, которые по каким-то причинам сложно выкидывать. И ты создаешь маленький алтарь. Вещи, которые тебе нравятся. Это из кинтер-сюрпризов, какие-то маленькие открыточки, это сухие цветочки. Как в детстве секретики. Поляков свободен, как свободны дети. Ему ничего не стоит выйти на подиуме на четвереньках в Бартеневском перформансе или на каблуках в показе Прада. А может прыгнуть в Москвореку, чтобы проверить чистоту воды. На съемочной группе Первого канала Данила признался. Мне 30, и я все чаще представляю себя в роли отца. Осуществить мечту думает года через два. Когда, по собственным словам, сам перестанет быть ребенком. Анастасия Томила, Александр Дружинин, Олег Подьячев, Максим Беляев, Андрей Клемешов, Александр Высоких. Первый канал Петербург. Первый канал Петербург.